Девчонки, кому интересно, хочу сделать такую небольшую зарисовочку 5 вещей, которые обязательно нужно взять на пляж Ну, естественно, их на самом деле больше Ну, я просто покажу такие вот самые любимые, самые основные То, что, по моему мнению, обязательно-обязательно должно быть на вашем пляже Надеюсь, звук записывается хорошо, потому что давно не работала с этой камерой Итак, первая вещь, которую обязательно нужно взять на пляж, это солнечные очки Они могут быть дешевые, дорогие, какие угодно Но здесь понятие дешевые очень обтекаемые То есть они могут быть дешевыми из нормального сегмента В том плане, что это хорошие диоптрии, это хорошие фильтры Потому что я взяла с собой две пары очков Вот эти у меня такие странные очки от Romwe Да, они чудные, в городе их носить немножко странно Но на пляже они смотрятся очень хорошо У Romwe они стоили не очень дешево И у них нормальная солнечная защита На второй день я надела свои очки, господи, из магазина, по-моему, Concept Club Ну, как бы из разряда, думаю, не жалко и окей К вечеру у меня стали болеть глаза, я постоянно щурилась То есть здесь очень-очень яркое солнце, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны Так что первая вещь, это, конечно же, очки Вторая вещь, которая вам понадобится, если вы нормально загораете, это масло для загара Мы с Катей открыли, точнее, я у нее открыла вот такое вот масло, которое называется Gavai Anthropic Я считаю, это самое лучшее масло Оно не дешевое, оно стоит 16 евро, да, то есть получается это порядка 600 рублей Но здесь я оценила вот эту вот разницу между дешевым сегментом масла и дорогим Например, масло вот это вот за, считай, 700 рублей, оно реально очень крутое В Израиле я пользовалась дешевыми маслами из-за разряда Garniel Ну как, они не дешевые, но вот, скажем, если просто брать масло для загара То Garnier, L'Oréal, они такие дешевенькие В чем разница? Вот это масло, оно почему-то не создает вакуумную пленку То есть что бывает с маслом Garnier, лично у меня Я его наношу 2 минуты на солнце, и у меня идет резкий перегрев организма То есть у меня создается какая-то волшебная химическая пленка Я не так хорошо загораю, сколько просто перегреваюсь, и моя кожа просто с ней что-то страшное Что хорошо в этом масле? Ну, естественно, оно не смывается водой У него очень приятный запах, у него не липкая текстура Оно наполовину впитывается, наполовину остается на коже И оно не создает эффект вакуума Плюс, даже если, точнее, если у вас совсем мало времени на загар И вы знаете, что вам нужно за несколько дней очень быстро загореть Вот это масло поищите Очень обидно, но я его не вижу в России То есть обычно оно бывает где-то в дьюти-фри, и оно везде достаточно дорогое Но я подозреваю, что его можно найти в каких-нибудь интернет-магазинах Очень-очень-очень советую Что касается марки Гарнье, да, она не совсем плохая Например, вот эти новые их спреи Нам их прямо привезли на обзор буквально перед нашим отпуском Мы их взяли, точнее, я думала, что я взяла, в итоге я его забыла дома Это Катин Мы с ней пользовались в основном здесь 30-ка, есть 20-ка, она послабее В чем прикол этого средства? Оно становится на вашей коже белым, только если вы с ним переборщили Так оно наносится, как абсолютно обычный дезодорант, как бы от пота Быстро-быстро нанесли, его не нужно размазывать, его не нужно тереть Я ненавижу молочко за то, что оно липкое, за то, что оно очень долго размазывается Такой вот какой-то такой полосатый и непонятная панда как бы из тебя выходит Ничего такого с этим маслом, с этим спреем нету Поэтому Гарнье, я не люблю у них масло, термозащита у них просто вот такая Супер средство, очень приятный запах, который они называют аромат счастья Он действительно такой очень приятный, какой-то ореховый, нежный, кокосовый Очень-очень клевая штука, так что советую вам взять 30-ку Следующая вещь, о, Катюша идет Следующая вещь, которую я советую вам брать на пляж, это термальная вода Вот, кстати, Катя тоже открыла эту историю, потому что это реально классно Ну, кажется, вы и так на море, в принципе, тут влажно, вы можете окунуться туда-сюда Но в течение дня все равно ваша кожа пересыхает Поэтому, когда вы находитесь желательно в тени, нужно брызгаться термальной водичкой Почему не стоит брызгаться термальной водичкой и выходить на солнце? Из-за того, что вы будете покрыты мелкой вот этой россыпью водяной пыли Вы можете получить ожог А вот когда вы находитесь в теньке, чуть-чуть охладиться очень хорошо Плюс в термальной воде всегда содержатся всякие там полезные, я не знаю, вещества Из-за разряда, господи, что там, кальций, магний и так далее То есть оно поддерживает хороший баланс кожи, потому что, ну, мазаться там каким-то увлажняющим кремом вы, конечно же, не будете Поэтому возьмите водичку Мой выбор сейчас это Libriderm Насколько я знаю, это российский бренд Вот эта водичка у них производится по контрактному производству в Британии Очень-очень классная Она стоит дешевле, чем аптечные марки из разряда Avishy, Aven и прочее Но у него сделан очень хороший, дорогой распылитель Классная штука, вот Катя уже у меня хочет ее отобрать Это тот спрей, который бьет очень-очень нежной вуалью Потому что, ну, термальная вода бывает разная Например, у меня в машине валяется термальная вода Я самая, я ей машине пользоваться, честно говоря, боюсь Потому что она бьет в тебя струей из огромных капель и вот просто какой-то бронзбойд Очень неприятно Я не знаю уж, какого там сильно хорошего или плохого качества сама термальная вода Но на лице она достаточно приятна, тело хорошо освежает и так далее И последняя вещь, которую я вам советую брать на пляж, это вода Если вы находитесь в таком же отеле, как мы, из разряда Ксанаду, резорта, гольф и спа То вода у вас здесь в бесплатном как бы доступе Если она у вас не в бесплатном доступе, то обязательно каждый день Да что за противные звуки Обязательно каждый день берите с собой воду Потому что бутылочку 0,5 я выпиваю за один присест, хотя я ненавижу пить Но на море из-за того, что соль все равно попадает в ваш организм Другое питание нужно очень-очень много пить И для того, чтобы не помереть, обязательно нужно поливаться, обливаться водой И принимать ее обязательно внутривенно Вот, такой вот получился список из пяти вещей Еще раз напомню, это очки, это хорошее масло для загара Это хорошая термозащита, это термальная водичка и это вода Конечно же, кто-то скажет, что вот гораздо больше вещей нужно на пляже Конечно же, вам нужен купальник Если говорить о купальниках, то я вам советую выбирать околоспортивные марки Там купальники всегда стоят чуть дороже, но они высокого качества Например, мой купальник из Анил, ему уже 5 лет Он выглядит точно так же, каким он и был Его просто уже стыдно надевать, потому что он на всех моих пляжных фото Вот этот купальник, который на мне, это купальник Рокси Да, он как бы недорогой, но по его качеству видно, что еще 5 лет он прослужит очень-очень хорошо Что еще на пляж? Не знаю, резинка для волос Ну, блин, самые какие-то такие простые обычные вещи Это вам все очень-очень пригодится Вот такая небольшая вставочка в мой влог Полезность, полезность, полезность Всех вас люблю, пошла снимать дальше